Хочешь, чтобы следующая серия вышла быстрее? Поставь лайк и напиши комментарий под этим роликом. Ну и вот, ребята, пары четвертьфинала Лиги Чемпионов. Мадридский Реал против Ливерпуля. Барселона попала на Манчестер Сити. Атлетика Мадрид, Арсенал и ПСЖ Ювентус. В прошлом сезоне мы встречались как раз-таки тоже в четвертьфинале с Манчестер Сити, смогли их обыграть. А после этого мы попали в полуфинале, если мне не изменяет память, как раз-таки на Мадридский Реал. Ну и сейчас все команды, с которыми мы играли в прошлом сезоне в этих раундах, они присутствуют, потому что в финале мы играли с Арсеналом, в полуфинале с Мадридским Реалом, а в четвертьфинале с Манчестер Сити. Посмотрим, что будет в этот раз. Посмотрим на состав гостей, которые сегодня приехали к нам в гости. Первую встречу мы играем дома. Вы поддержите видосик своим лайком, напишите обязательно комментарий в поддержку, если здесь впервые подписывайтесь на канал. Ну а также обязательно по ссылкам в закрепе залетайте в наш телеграм, чтобы всегда быть в курсе новостей, анонсов, уведомлений, голосований. Там же ссылка на мой твич-канал, где у нас проходят стримы, и ссылка на второй канал, где мы проходим различные сюжетные игры. Всем буду рад, ну и давайте тогда начинать. Посмотрим на состав. Горожан, вот так вот он выглядит. Фоден, Холланд и Доку. Нас три атаки, Чуамини, Родриго. Ну, Эдерсон по-прежнему на воротах. В принципе, я бы не сказал, что какие-то сильные прям изменения у Сити. Но есть, есть интересные ребята, и посмотрим, что они смогут нам продемонстрировать уже во втором сезоне. Мы стали сильнее, они стали сильнее. Ну и у нас сегодня вот такой состав выходит. В принципе, без особых каких-то сюрпризов. Все готовы, и давайте начинать. Тяжеловато, конечно, серию стартовать вот с такой вот сразу встречи. Лига чемпионов, Манчестер-Сити. Домашняя игра. Ну и сейчас нужно, конечно, приложить максимум усилий. В прошлых сериях команда играла здорово. Ника Уильямс забивает практически постоянно. Оформляет уже хэт-трики. Роберт Ливандовский периодически забивает. Восстановился Дарвин Нунес. Но сегодня, ребята, он на скамейке запасных. А вот такое вот начало. И Холланд уже несется на наши ворота. Но здесь исправляются защитники. Сити буквально, ребята, на один какой-то моментик. И мы можем уже пропустить. А там нарушение правил. Роберт Ливандовский дали по ногам. Реф это увидел. Именно по этой причине атака в Сити не началась. Здорово. И здесь хороший пас на Фрэнки Де Йонга. Де Йонг против Родри. Немножко, мне кажется, как-то сегодня наших футболистов ведет по полю. Кимми. Хорошая передача. Хави Симонс. Первый пас не получился. Симонс. Решил сразу же проверить. Как там у Эдерсона дела на воротах. Мощно пробивает Шведой. Но голкипер в Манн-Сити на месте. Хави Симонс. Хорошая передача. Ника Уильямс. Попытался ударить. Здесь Арауха. Джеймс. Хороший отбор мяча. Ника Уильямс. Уильямс может на скорости, в принципе, начать убегать. Но, как мы видим, пока соперник его довольно неплохо преследует. И по итогу накрывает. Роберт Левандовский. Передача на Уильямс. Уильямс залетает в штрафную. Уильямс. Острый угол. Ну, хотя бы угловой заработали здесь. Сложно было найти партнеров. У нас 26 минут позади. Пока мы чуть-чуть активнее действуем в атаке. Хави Симонс. Передача на Педри. Здесь пытался Жулькунде вырезать передачу. И она не получилась. И вот здесь чуть-чуть на Роберта Левандовски не прошла передача. Если бы пас дошел, Левандовский мог бы уже, я думаю, расстреливать ворот Эдерсона. Остается всего лишь 10 минут в первом тайме. Сити пока ничем не могут похвастаться. Ну, а у нас, наверное, последний пас пока не доходит. И единственный опасный момент это был удар Хави Симонса. Пилфодан. Встречает его Жулькунде. Так еще и мяч остается у нашей команды. Вот так вот Кунде хитро. Катнул по мячу. А здесь здорово действует уже в отборе. Чуамини. Скрикнули трибуны. Роберт Левандовский. Лева набирает скорость. Пас в центр. Хави Симонс. И пенальти. Канцелу, который в прошлом сезоне выступал за нашу команду, играет рукой в собственной штрафной. И Сити получает пенальти. Ну, здесь он убрал руки за спину. Но, видимо, они были не прижаты. Раз мяч так акцентированно отскочил от руки. И Роберт Левандовский подходит к одиннадцатиметровой отметке. Он берет разбег. Мощный удар будет. И гол есть. Левандовский забивает. Сорок пятая минута. Гол в раздевалку. Ну, и кто-то, может, скажет, что Канцелу подыграл своей бывшей команде прошлого сезона. Понятное дело, что он игрок Сити. Ну, вот, может быть, расстроен был. Начинаются вторые сорок пять минут. Пока счет 1-0 с таким соперником в двухматчевом противостоянии. Это, ребята, ничего не значит. Нужно прибавлять. Нужно забивать еще. Ну, и я думаю, Сити тоже постараются что-то придумать. Роберт Левандовский пытался здесь проскочить. Фрэнки де Йонг не получилось. Чуамини у Сити довольно глубоко опускается, чтобы мяч принять. Пилфоден бьет поворотом. Немножко мотыляет сейчас нашу оборону. Но все-таки справились. Отлично. И быстрый выход из обороны в атаку. Ника Уильямс. Играет на Деста. Дест снова катит на Уильямса. Ника Уильямс. Скрытая передача в центр. Фрэнки де Йонг. Ну же, ворота пустые, ребята. Это какое-то везение. Это кураж Ника Уильямса, который забивает в очередной раз. Скрытая передача. Фрэнки де Йонг попадает в штангу. И дальше мяч отскакивает никому-то из игроков Манчестер Сити. Точнехонько. На ногу. Ника Уильямсу, который успевает даже подработать мяч. Гвардиола здесь, конечно же, недоволен. Я больше чем уверен, что он думает, что эти голы вообще не вытекают из хода матча. Сначала какой-то необязательный пенальти. Потом вот этот вот дурацкий рикошет. Но это футбол. Так бывает. У нас тоже были такие игры. Когда мяч несправедливо оказывался в наших воротах. Жуль Кунде. Пытаемся мы додавить соперника. Кунде. Удар от ворот. Сегодня Кунде очень здорово действует. Вот замена. Покидает поле. Ой-ой-ой, что у него там за плеш на затылке? Там было нарушение правил, но мы можем продолжать. И поднялся Джеймс. И Джеймс летит в штрафную. Джеймс бьет с левой. Ну что ж за удар-то? Вот кто-то удивляется, что иногда по нашим воротам какие-то неточные удары. Ну вот здесь Джеймс с левой вообще не попадает даже в створ. Ну а здесь желтая карточка Филу Фодену за вот такой вот прыжок в ноги. Как раз таки тому же Джеймсу, который бил по воротам. Но Джеймс молодец. Поднялся. Поддержал атаку, поскольку она продолжилась. И попытался ударить по воротам. Здесь здорово действует Кимих. Ника Уильямс. Передача на Деста. Прострел. Ника Уильямс. Как же хорошо он включается в атаку. Невидимый сильного усиливания у них в составе. Роберт Левандовский. Одного убрал. Передача. Ника Уильямс. Ну же. Но это слишком просто. Это слишком просто. Во втором сезоне нашу команду просто очень сложно удержать. Наши футболисты набрали колоссальный ход. Левандовский здесь разобрался на фланге. Выкатил Ника Уильямсу. А он просто один. Где оборона? Там рядом с Ника Уильямсом Родри находится. А Гвардиол пытался накрывать забегающего Фрэнкинса. Киде Йонга. У нас выходит Бальде вместо Деста. И 3-0. 3-0 дома против Манчестер Сити. Ну вот так и должна играть Барселона. По-хозяйски. Мощно. Несмотря на то, кто выходит против нее на футбольном поле. Молодцом Терштеген. У нас большое количество замен. Выходит Рокки. Выходит Фермен. Выходит Сержи Роберту. А также Бернарду Силова. Но я бы не сказал, что Сити сегодня плохо играет. Просто мы ловим их на моментах. И забиваем. Ковачич выходит вместо Чуамини. Катит пас на Рокке. И снова провалилась оборона Манчестера. Провалилась оборона Манчестера. Ой-ой-ой, Рокки. Вот здесь он положил классно, ребята. Кто спрашивал, как так бить? Зажимаете R1. И просто едва-едва касаетесь кнопки удара. При этом сделав чуть-чуть небольшое движение вправо. Но это просто шикарно. Это просто шикарно. Вот такие бы Рокки забивал по ходу всего сезона. Ему бы не было цены. Но, к сожалению, иногда вот так вот он удивляет, только выходя на замену. И только тогда, когда счет на табло уже и так крупный. И на этом звучит финальный свисток. Вот так вот бодро мы разбираемся с Манчестер Сити. Честно скажу, ожидал от них гораздо большего. Но мы видим по их составу, что каких-то сверх преображений, сверх дорогих трансферов просто нет. Они остались примерно командой прошлого сезона. Ну а мы показали, что мы выросли. И, собственно, это отражается в счете. Ну а Мадридский Реал скромно выиграл у Ливерпуля 1-0. У нас, ребята, встреча против Атлетика Мадрид, которые сейчас идут на третьем месте. А мы занимаем первую строчку. И, как мы видим, здесь такие довольно большие перевесы по очкам. То есть Атлетика, конечно, нужно сейчас бороться с Велериалом. Но до Мадридского Реала им далеко, так же, как и Реалу далеко до нас. Давайте начинать. Это снова домашняя игра. После этой встречи нас ждет ответная игра в Лиге Чемпионов. Вот состав Атлетика Мадрид. Тут, как мы видим, у них есть усталость. И последний матч, как я понимаю, они проиграли. Ну а вот состав нашей команды. И здесь, ребята, возвращение. Гави, возвращение Рафини. Сегодня Серджи Роберту. Сегодня Нунис с первых минут. Ну и погнали. Как раз-таки сейчас, в концовке сезона, смогли восстановиться все ребята, кто был травмирован. Это добавит большей ротации в нашем составе, больше возможностей. Ну и сейчас Атлетика Мадрид я выпустил, ну не самую основную обойму. Хотя все парни, кто сегодня выходит, это, конечно же, довольно серьезные игроки. Эмраджан, капитан Атлетика Мадрид. Антуан Гризман по-прежнему находится на острие атаки. С мадридским Реалом-то мы уже разобрались в этом сезоне. А вот и Рафини. Чуть-чуть заплелся в мяче. Хорошая передача. Нерри Кельме по флангу. Серджи Роберту против него. Заброс штрафной, а здесь снова все спокойно, потому что там, ребята, Жуль Кунде. Гави играет на педре. Ника Уильямс. Не успевает мяч протолкнуть Уильямс. И здесь уже Дест. Хороший пас. Дарвин Нуниес. Пробивал по воротам. Удар заблокировали. Рафинья. Ну и Рафинья пытается, пытается пока найти себя на поле. Сегодня у него лучше получается действовать в отборах пока что. И вот здесь хороший отбор. И кто-то лежит из футболистов Атлетика. Но Реф не останавливает, а это значит, что можно продолжать. Но они идут в атаку. Они пытаются, ребята, что-то придумать. А мы отбиваемся. Рафинья. Рафинья включает скорость. Ушел от одного. Прокинул мяч от второго. Но Эмриджан не пускает вперед. Не просто так он с капитанской повязкой сегодня. 29-я минута. Атлетика на правом фланге. Нико Уильямс пока не особо заметен. Но у нас чаще как-то игра через Рафинью. И снова Рафинья. И снова полетел он на ворота соперника. Рафинья. Пытался перебросить Яна Облака. Дарвин Нуниес. Его мощный удар. И снова Ян Облак тащит. Но сегодня у нас такой, знаете, матч. Именно для ребят КТО не часто выходит на острие атаки. У Сара травма. Педри. Его дальний выстрел. И Ян Облак снова справляется с ударом. Педри получает сзади по ногам от Эмриджана. И что это? Желтая? Нет, это прямая красная. Это прямая красная. Эмриджан удаляется с поля. Атлетика остается без своего капитана. Момент. Удар. И снова тащит. Снова тащит, ребята, Ян Облак. Сейчас с началом второго тайма нужно дожимать. Атлетика. Они остались в меньшинстве. Они большую часть времени проводили на своей половине поля. Ну и теперь я, в принципе, понимаю, почему в этом сезоне они уже так активно не борются с нашей командой. Классный перевод мяча налево. Нельзя их сейчас тоже недооценивать. Это все-таки не команда в нижней части турнирной таблицы. Антуан Гризман. И решил на угловой мяч отправить. 56-ая минута. Нам показывают, что Севилья забила. А здесь уже Торштеген вытаскивает в ближнем. Это был довольно такой неприятный момент. Кимих здорово. Передача в центр. И тонкий пас. И был офсайт. Но Рафиньев все равно не попал. 72-ая минута. И здорово. Здесь спокойненько отбились. Педри. Пас на Ника Уильямса. Ну что, голы-то сегодня будут. Ника Уильямс. Пытался обыграть Андриха. Андрих, кстати говоря, зашел очень неплохо в этот матч. У нас довольно много замен сейчас. Выходит Фрэнк Гидрион, Бернарду Силу. Фермен. Выходит также у нас Субеменди. Появляется Бальдем. Пытался Ника Уильямс пройти Андрика. Но его не пустили. В итоге 0-0. Нечасто у нас в карьере вообще нули. Но здесь стоит отдать должное Атлетико. Очень здорово. Они оборонялись. И дальше в меньшинстве они закрылись. И не пускали нашу команду к своим воротам. Ну и Аноблак, конечно, герой первого тайма. Очень много спасений было. Но для нас-то в принципе не страшно, что мы сыграли в ничью. Давайте смотреть, что будет уже в ответном матче против Сити. Результаты других встреч. Как мы видим, Арсенал с общим счетом 3-0 прошел Атлетико Мадрид. ПСЖ 5-1 по сумме. Прошли Ювентус. Мадридский Реал пока что впереди так же, как и мы. Но их ждет ответная игра против Ливерпуля. И счет в принципе минимальный. 1-0. Там может произойти все, что угодно. Давайте тогда отправляться в гости. Ну вот состав Манчестер Сити. Сегодня фода на нету. Он у нас на красной карточке. Только я не могу понять, почему. Видимо, у него сложилось. Он в прошлой серии, помните, получил желтую. Видимо, было уже до этого несколько. И в итоге сегодня у него дисквалификация. Поэтому Гриллиш выходит. Ну и давайте тогда начинать, ребята. Посмотрим. Посмотрим, что Сити покажет дома. У нас есть задел в 4 мяча. Но в футболе бывает всякое. Поехали. Сейчас, конечно, нам не сколько нужно забить. Сколько нужно просто удержать забытый в первой встрече результат. Ну а Сити будет нестись в атаку. И вот как раз-таки здесь мы будем, ребята, их подлавливать. Сегодня у нас нет Рафини. Сегодня Гави на скамеечке запасных. Потому что они подустали. Все-таки только-только вернулись после травмы. Сегодня у нас в центре поля играет Кимих, Педри и Фрэнки Де Йонг. И на Педри сегодня такой довольно серьезный акцент сделан. Также Хави Симмонс справа у нас выходит. Ну а на острие атаки, ребята, Роберт Левандовский. Мика Уильямс. Бьет поворотом. Попадает просто в лицо Гриллишу. Снова какое-то жесткое столкновение. Сегодня такая прям агрессивная борьба на поле. Никто не хочет уступать. Даже с учетом того, что мы выиграли. Четыре. Забив, ребята. Ну вот один Сити сразу же отыгрывает. Это Эрлинг Холланд. Десятая минута. Холланд забивает гол. Вот отпустили его. Отпустили наши защитники. Не успели догнать. Он подработал под левую. И без проблем переигрывает Терштегена. С самых первых минут чувствовался заряд Сити. Что они сегодня не собираются опускать руки и сдаваться. И они пытаются быстро сегодня разрывать нашу оборону. Марауха молодцом. Хорошая передача. Педри. И дотягивается кончиками пальцев Эдерсон. Ушел от Педри. Пытается уйти от Деста. Доку очень скоростной футболист. И он здорово здесь разобрался на фланге. Но, ребята, марауха ставит ножку. Ну вот дома Сити совершенно другая команда. Прям к нам они приехали в гости. Как-то, знаете, такие прям размякшие. А здесь прям очень здорово действуют. Но все равно проваливаются. Педри. Как эта передача дошла? Как она дошла до Хави Симмонса? По-моему, вообще между ног. Кому-то из футболистов Сити. Ну и Педри. Да, Гвардиол, по-моему, вообще махнул ногами. И в итоге Хави Симмонс расстреливает уже пустые ворота. Это ничья 1-1. Заброс на Холланда. Холланд делает скидку. Удар заблокирован. Нарушение правил. Эрлинг Холланд пошел там месить соперника по ногам. Но пока без желтых. Канцелу его оттаскивает. Ну да, зацепил в прыжке. Еще такой оскал у него был, который явно не понравился главному арбитру. У нас начинается второй тайм. Пока ничья 1-1. Эрлинг Холланд забил за Манчестер Сити. Ну а в ответ получили они гол от Хави Симмонса. Хороший пояс, хорошего паса от Педри на пустые ворота. Второй тайм начинается с Атак Сити. Это Гриллиш. Доку. И Арауха снова подставляет ногу. И все-таки прошла передача. Гриллиш. Арауха красавец. Какая передача. Фрэнки Де Йонг не вложился как следует в этот удар. Новая атака Сити. Акуни сейчас левым флангом пытается пройти Жюля Кунде. Но не тут-то было. Длиннющая нога Кунде не пускает соперника вперед. Хави Симмонс. Роберт Левандовский. Его выстрел слева и Эдерсон тащит. Заброс на дальнюю на Жюля Кунде. Доку. Доку несется в атаку. Подача Холланд. И спасает. Спасает Терштеген. Здесь еще одна карточка. У нас как раз-таки замена. А что здесь, кстати говоря, было? Ну, Вильямса зацепили за ногу. Подача. Ну и можно просто на двой сыграть. Куда ж ты? Куда ты? Куда ты? Фрэнки Де Йонг. Что это было? Ну и все. Не дает довести эту атаку Реф. У нас показалось, что у Бальде какая-то травма. Я надеюсь, там ничего серьезного. Мы проходим в полуфинал Лиги Чемпионов. Я надеюсь, выпуск вам понравился. Обязательно поддержите его лайком. Напишите комментарий. Подписывайтесь на канал. Залетайте также по ссылкам в Телегу на Твичи на второй канал с прохождениями. Ну а с вами был Локи. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok